В ДК «Энергетик» прошел голоконцерт и церемония награждения второго открытого фестиваля народной песни «Песня душа народа» имени народного артиста Российской Федерации Ивана Пермякова, который сам любит народные песни и с удовольствием их исполняет. Где-то поезд катится точками огня, где-то под рябинушкой парни ждут меня. Народная мудрость гласит, в русской песне живет душа русского народа. Русская песня – это действительно уникальный самобытный памятник культуры, который вместил в себя не только природное богатство русской земли и характерные черты, но и многочисленные традиции русского быта. Фестиваль народной песни «Песня душа народа» открыл год культурного наследия народов России в Артемовском городском округе. Приветствовали участников фестиваля и гостей в зрительном зале заместитель главы администрации АГО Наталья Лисовских и начальник управления культуры АГО Елена Сахарова, которые выразили слова благодарности Ивану Пермякову за поддержку и личное участие в реализации культурного проекта Артемовского городского округа под названием «Песня душа народа». Народная песня – это душа народа. Так давайте все вместе сохраним, чтобы душа наша была чистая, творческая, здоровая и пела всегда и везде. Сегодня, правда, не хочется много говорить. Хочется просто слушать эту прекрасную русскую народную песню. Несмотря на совсем еще юный возраст, фестиваль имеет вполне взрослые и серьезные цели. Например, возрождение, сохранение и преумножение самобытного народного художественного творчества, отражающего традиции русского народа, воздействие посредством русского народного творчества на духовный мир человека, а также популяризация достижения отечественной русской исполнительной школы и певческих традиций русского народа. Участников фестиваля видеообращением приветствовал депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Чепиков. Очень горжусь, что в этом году свое имя фестиваля, который проходит на Артемовской земле, дал замечательный человек, почетный гражданин Свердловской области, народный артист Иван Иванович Пермяков. Я благодарю организаторов ДК «Энергетик» и лично Сергея Владимировича Афанасьева за ту оказанную помощь и поддержку в организации этого фестиваля. Желаю всем творческих успехов и, конечно же, хорошего настроения, хорошего времяпровождения, отличных песен и крепкого здоровья. Во втором открытом фестивале народной песни «Песня душа народа» в первом туре онлайн приняло более трех тысяч участников, любителей народной песни из 30 субъектов Российской Федерации – Свердловской, Новосибирской, Воронежской, Курганской, Пензенской и других областей России. Среди участников были артемовские коллективы и, в частности, народный коллектив ветеранов «Хор Соседушки». Полномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мароков также прислал свое обращение к участникам фестиваля народной песни. Сегодня вы подводите итоги этого большого и очень важного проекта, важного проекта для всех, и для взрослых, и, наверное, в первую очередь для детей. Когда мы говорим о России, мы можем себе представить точку на карте, ее границы, ее символы, но, наверное, когда мы говорим о России, мы говорим о ее душе. А настоящая душа России – она в песне. Огромное вам всем спасибо за то, что вы и малыши, и взрослые, и девчонки, и мальчишки сохраняете душу России и бережете ее, исполняя песни, которые поются о России. Выявление самобытных исполнителей и приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам народного творчества, культуре и искусству, а также повышение интереса молодежи к русским песенным традициям и приобщение к богатейшим художественным ценностям русской культуры – это тоже цели фестиваля. ПЕСНЯ 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 Нужно отметить, что в галоконцерте принимали участие лауреаты из Свердловской области – около 200 человек. Из городов Артемовский, Алапаевск, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Байкаловский район, Сосвинский городской округ. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Бой разыгрался, 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 разыгрался подо мной. Народный артист Российской Федерации Иван Пермяков отметил высочайший уровень исполнения русских народных песен на втором фестивале народной песни «Песня душа народа». Конечно, я сидел и переживал от первой песни до последней. Какое исполнительское мастерство? Вот в прошлом фестивале состоялся конкурс, поднялся на пять ступеней выше. Это очень радует то, что исполнительское мастерство растет. Душа народа поет, песня русская поется и вообще перехватывает дыхание от услышанного. Я искренне желаю земляки вам здоровья, счастья, успехов, а всем участникам всего-всего самого доброго. В заключении гала-концерта прошла торжественная церемония награждения участников второго фестиваля народной песни «Песня душа народа».